Всем привет! В этой серии я продолжу собирать Камазмастер, который был полностью напечатан на 3D принтере. И, как вы могли заметить, речь сегодня пойдет о сборке кабины. При моделировании она была разделена на части для удобства и повышения качества печати. Эту модель я напечатал на 3D принтере Creality Ender 3 Pro с размерами стола 220 на 220 миллиметров из ПЛА плюс пластика. А для хорошей адгезии пластика к столу я использую секретный ингредиент. Соевый соус. С ним детали не отлипают от стола даже при длительной печати более суток. Кстати, вот так детали снимаются со стола в видео. А вот что происходит на самом деле за кадром. Деталь может, конечно, отлипнуть и сама, но для этого придется ждать полного остывания стола. Ну что ж, когда все детали напечатаны, давайте приступим к сборке. А точнее к удалению ненавистных поддержек. Итак, с поддержкой мы разобрались. Переходим к сборке. Склеиваю напечатанные на 3D принтере детали, как обычно, дихлорметаном. Он моментально расплавляет верхние слои пластика и при склейке мы получаем практически монолитную деталь. Кстати, если захотите напечатать себе такую же кабину, переходите по ссылкам в описании и скачивайте STL файлы. Она выполнена в масштабе 1 к 12 и имеет ширину 220 миллиметров. Сетку категории Сетку категории, которую вы сейчас видите на экране, тоже была напечатана на 3D принтере с оплом 0,4 миллиметра. В эти кронштейны необходимо запрессовать гайки М2. На них будет крепиться нижняя часть кабины. Далее необходимо приклеить кронштейны замков кабины. А посмотреть, как они должны быть правильно установлены, можно в файле с названием FullSTL. В нем находится полностью собранная модель кабины. Запрессовываем гайки М2. И перед тем, как приклеить готовый кронштейн к кабине, необходимо вкрутить в него винт М2 на 12 и обработать его фиксатором резьбы. Склеиваем части пола кабины. А далее приклеиваем к нему ось, на которую будут крепиться поворотные кронштейны. Надеваем на ось поворотные кронштейны. Они должны вращаться с небольшим усилием. И прикручиваем к ним пластину, в которую я уже запрессовал гайки М2. Винтами М2 на 12. Прикручиваем пол к кабине. Винтами М2 на 8. Далее приклеиваем внешние элементы кабины, такие как дверные ручки и зеркала заднего вида. Кабина почти готова. Остается только приклеить защитные элементы на крышу. А вклеивать фары, лобовое и боковые окна я буду после покраски. Бампер же я буду устанавливать уже при сборке всей машины, так как он крепится к раме кузова. А на этом постройка кабины завершена. Все мои модели вы можете скачать по ссылкам в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм и задавайте вопросы по постройке в директ. Всем добра!